Владимир Абыков Мне интересен всегда был поэт Алжас Сулейменов, казах, который написал, в принципе, все стихи на русском языке. Есть такое стихотворение у него, называется оно «Гадалка». Войди в мой дом, со мною подыши, открой себя, как открывают двери, сними одежды пыльные с души, доверься так, чтобы тебе доверить. Если танцор зачем стоять, спляши, пусть рухнет балка над моей гадальней. Если поэт, прочти мне для души, достань саади, а дороги дальней. Ты воскреси во мне угасший дух, зачем огонь в моих огромных окнах, где жив один, найдется жизнь для двух. Не обойди тот дом, где одиноко. Мы сегодня говорим о 21 марта. Это не только день поэзии, но и день весеннего равнодействия, день перехода от зимы к весне. И это еще мой день рождения. Но я прочитаю стихи Сергея Есенина, которые тоже о временах года. Эти стихи я выучил еще в школе. Я был довольно стеснительным мальчиком, но эти я запомнил на всю жизнь. Дни выжаты, рощи голые, от воды туманных сырость. Колесом за сене горы, солнце красное скатилось. Дремлет взрытая дорога. Ей сегодня показалось, что совсем-совсем немного ждать зимы седой осталось. Ах и сам я в роще звонкой. Увидал вчера в тумане. Рыжий месяц жеребенком запрягался в наши сани. Сегодня я хотел бы вам рассказать стихотворение, которое написал сам года два назад. Когда я вернулся из Нововоди-Восток после длительного перерыва, я увидел такое всеобщее повальное желание валить. И этому я посвятил стихотворение. Здесь никогда ничего не будет. Вали. Здесь только сволочи, волки, не люди. Вали. Как обманули, что не додали. Забудь. Прости. Все, что ты хочешь с собой забрать, возьми. Вали. Серые нервные бетонные клетки. Вали. Старые маразматики. Зомби-малолетки. Вали. Завтра ты будешь в культурной столице. Вали. Чистые улицы. Чистые лица. И ты. Вали. Не возвращайся. Не надо. Нам так хорошо без тебя. Прошу тебя. Не возвращайся. Нам так хорошо без тебя. Не возвращайся из мтищ. Нам так хорошо без тебя. Вали. И не возвращайся. Нам так хорошо без тебя. Ну, я выбрал поэм поэм Лоранц Ферлангетти. Он был один из битник-поэтов. И вообще, он будет на Монте. И он будет 95-летний. Вы можете сказать, что он был один из последних битник-поэтов. Он живет в Сан-Франциско. Он открылся в Сан-Франциско. И когда я был в Сан-Франциско, я ходил в ресторан called Роуз Пистола. И когда я получил билл, они дали мне это поэм 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 Лоранц Ферлангетти. И я хотела читать это, потому что это означает что-то мне. Итак, поэм называется «Ресипа для счастья в Хабаровск или в любом месте». Один большой бульвард с деревьями. Один большой кафе в солнце. Один сильный кофе в очень маленьких кафе. Один не очень красивый человек или женщина, который тебя любит. Один добрый день. Это стихотворение моего любимого автора Михаила Юрьевича Лермонтова «Пусть я кого-нибудь люблю». Он написал его в 16 лет, будучи влюбленным, несчастно влюбленным в Екатерину Сушкову. Это была такая достаточно ветреная барышня, которая по одной версии знала, что Лермонтов испытывает в ней подобные чувства, но собралась со своими подружками, рассказала им, и они решили пошутить над чувствами юного тогда еще поэта. Плюс к тому времени у Лермонтова, ну, написая стихотворение «Умирает отец», поэтому стихотворение полно трагических чувств. Но вы, дорогие телезрители или, не знаю, как это называется, интернет-зрители, не расстраивайтесь. По одной из версий Лермонтов потом отомстит Екатерине Сушковой, и уже будучи красивым офицером лейфгвардии, влюбит ее в себя и специально также публично расторгнет с ней отношения. Пусть я кого-нибудь люблю, любовь не красит жизнь мою, она, как чумное пятно, на сердце жжет, хотя темно, враждебной силой угоним, я тем живу, что смерть другим, живу, как небо властелин, в прекрасном мире, но один. Я расскажу стихотворение Александра Блока. Это очень красивое, трогательное стихотворение, в то же время открывающее всю жестокую правду о мире и о всей его противоречивости. В стихотворении противопоставлены людские иллюзии, надежды и настоящий ужас, боль и безысходная правда войны. В стихотворении Я думал, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, и что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат. Причастный к тайнам плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова